Каждая страна в чем-то лидирует. Где-то больше всего людей сменили пол за счет государства, в какой-то стране больше всего жирных людей, а кто-то производит больше всего ядерных боеголовок и малины. Кстати, угадайте, какая это страна, напишите в комментариях, а потом проверьте себя. Сегодня мы вкратце пробежимся почти по всем странам мира и посмотрим, в чем одни опережают остальные. Внимание, мы собрали не только рейтинги, но и антирейтинги. И поверьте, большинство из того, что я скажу, вы услышите впервые. Всем привет, Тони тут заранее, спасибо за ваши лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал, а мы начинаем. Австралия занимает первое место по количеству видов смертельно опасных животных. Они тут тупо везде. В прихожей, под ручкой двери автомобиля, на двери вашего дома. А вот эту несчастную змея укусила в пятку, когда она выходила из тачки. И просто посмотрите, как ее распрасило. При этом Австралия это самая большая страна, которая граничит только с морем. Но не спешите надевать плавки, потому что именно на этих берегах есть вероятность, что вас сожрут вместе с ними. На этих кадрах акула обедает пловцом, пока его товарищи снимают процесс с берега. Страшная-страшная смерть. А мы идем дальше. Албания занимает первое место по количеству бункеров. Их там 700 тысяч. Это больше одного бункера на каждые 4 человека. Бункеры здесь везде. В лесу, в горах, в поле, на пляже, во дворе, под окнами домов и даже на кладбищах. Все эти бункеры понастроили во времена Холодной войны, когда в воздухе стоял запах приближающегося ядерного апокалипсиса. Сейчас бункеры либо пустуют, либо стали ресторанами, отелями и музеями. Антарктида занимает первое место по количеству императорских пингвинов, которые считаются самыми верными любовниками. Даже если один из пары умирает, второй остается один до самой смерти. Пипец, как мило. Аргентина занимает первое место по экспорту футболистов. Ну и футболист номер один за всю историю тоже аргентинец. Если кто-то скажет, что Роналдо ничем не хуже, я попрошу ответить на вопрос, сколько кубков чемпиона мира у Роналдо? По-моему, вопрос закрыт. Армения, чемпион по шахматной грамотности. Шахима. Афганистан – это самая опасная страна в мире. Кстати, если вы не видели наш ролик про то, почему Афганистан сейчас – это, возможно, самое худшее место на Земле, то обязательно исправьте это недоразумение. Ссылка будет на экране и в конце ролика. Идем дальше. В Беларуси производят самые большие самосвалы на планете. Каждое колесо стоит как новенький Volkswagen Touareg. Да что уж там, одна только шина стоит 3 миллиона рублей. А это Бенин. Небольшая африканская страна. Тут рождается больше всего близнецов в мире. В этой стране настоящий культ близнецов. Есть даже особые традиции. Например, если один из них умирает, второй делает деревянную куклу и заботится о ней, как о живом человеке. Боливия занимает первое место по экспорту очищенных бразильских орехов. Почему не Бразилия? Потому что Бразилия – чемпион по экспорту неочищенных бразильских орехов. Ну и, конечно, именно эта страна держит первенство по количеству кубков чемпионатов мира по футболу. Неочищенных кубков мира. По очищенным лидирует Боливия. Блин, это вообще не смешно. Кто это написал? Тонь, так это ты написал. Брунди держит лидерство по неудовлетворенности жизнью. И это неудивительно, ведь это самая нищая страна в мире. Про эту страну мы также недавно делали ролик. Ватикан занимает первое место в мире по эмигрантам. Буквально 100% населения тут эмигранты. Здесь тупо нет роддома. И даже папа римский Франциск родился не в Ватикане. Он родился в Буэнос-Айресе. А это, на секундочку, Аргентина. Подытожу. Аргентина дала нам главного служителя бога и пару людей, которые действительно божественно исполняют. Далее по списку Великобритания. Которая внезапно занимает первое место по праворадикальным фашистским движениям. Тут дофига ребят, которые не любят мигрантов. И хотят видеть исключительно белую, чистую британскую нацию. По сути, как и завещал один известный художник. Восточный Тимор забирает говнопальму первенства по голодающим детям. А Гамбия тратит на военные расходы всего 15 миллионов долларов в год. И в этом она первая в мире. Правда, с конца. А учитывая то, что в 2017 году на них напал соседний Сенегал, начав с двухточечных ракетных ударов с юга, я бы рекомендовал им тратить побольше денег на оборону. Ватемала занимает первое место по количеству убитых членов профсоюзов. А все дело в бананах. Еще в 20 веке американские банановые компании фактически захватили страну и начали безжалостно эксплуатировать ее население на плантациях. В итоге вспыхивающих протестов американцы не жалели патронов, чтобы упокоить бунтующих батемальцев. Германия занимает первое место по количеству вторых мест на чемпионате мира по футболу. Гонконг занимает первое место по уровню IQ среди населения. Умные ребята. Дания занимает первое место по проценту раковых больных. А Джибути по туберкулезникам. Замбия первое место по сиротам. А Израиль тратит самый большой процент бюджета в мире на науку и разработки. В основном, конечно, военного толка. А все потому, что пацаны реально устали играть в голодные игры. И еще, немногие знают, что еврейские хипстеры не делают обрезания, а не подворачивают. Индия занимает первое место по производству художественных фильмов. В 2019 году они выпустили 1800 фильмов. А это примерно в два раза больше, чем Голливуд. И для нас индийское кино является эталоном абсурда, в котором не существует ни закона физики, ни какой-либо логики. Однако, вместе с тем, количество нет-нет, да переходит в качество. Индия лидирует по количеству действующих вулканов. Интересный вопрос. Как вы думаете, как вулканы убивают людей? Возможно, вы представляете это примерно так. I'll be back. Однако, ничего подобного. Вот один из индонезийских вулканов. В этой зеленой зоне никто не живет. А вот здесь сотни маленьких деревень, которые находятся в прямой досягаемости действия вулкана. Так вот, люди умирают не от лавы, а от пепла, который выходит из жерла и опускается вниз, загрязняя воздух и реки. Если вы окажетесь в облаке из вулканического пепла, вы точно умрете. Ирак. Лидер по убийствам журналистов. И самая громкая история – это убийство журналиста Джеймса Фоули, обезглавливание которого выложили прямо здесь, на ютубе. Дальше будет неожиданно. Иран – одна из самых радикальных исламских стран и одновременно, внимание, страна с самым большим количеством операций по смене пола, проводимых за счет государства. Вообще, это единственная исламская страна, где такое практикуется. В чем мотив? Видите ли, если человек гей и хочет заниматься сексом с мужчинами, по мнению иранского государства, этот человек – женщина. Поэтому ему отрежут член и сделают из него вагину, а государство проспонсирует это. Ирландия – абсолютный лидер по победам на Евровидении и количеству рыжих на душу населения. Хотя, честно говоря, не уверен, насколько здесь уместно слово «душа». Я отлично понимаю, что шутки о том, что у рыжих нет души, уже всех порядком заебали. Да и сами рыжие вряд ли будут воодушевлены. Поэтому от всей души извините. Надеюсь, я не наплевал в душу ни одному рыжему. Испания занимает первое место по количеству доноров органов. А в Камеруне находится самое токсичное озеро в мире – озеро Ниос. В народе его называют «озеро-убийца». Роковым вечером августа 1986 года 2000 человек и несколько тысяч животных уснули в последний раз. Тогда за одну ночь погибла большая часть населения близлежащих поселков. Погибли все домашние животные, птицы и даже насекомые в окрестностях озера. Причиной гибели стало то, что скрывалось под водоемом. Озеро находилось в жерле вулкана, который потух не до конца и продолжал выделять огромное количество СО2. Газ долгое время насыщал глубинные слои водоема. И сейчас уже не ясно, было ли это землетрясение или сильный порыв ветра. Но слои воды, насыщенные смертоносным углекислым газом, поднялись наверх. Вырвавшийся на поверхность гигантскими пузырями газ породил мощные волны, затопившие низины на южном берегу. А токсичное облако углекислого газа стало стекать в окружающее озеро долины, убивая на пути все живое. И сразу после трагедии вода в озере приобрела красно-коричневый оттенок. Китай занимает первое место в мире по поеданию, мать его, котов. Почти 15 килограмм. После того, как забили, получилось примерно 10 килограмм. По подсчетам зоозащитников, тут съедают до 4 миллионов котов в год. Просто представьте эту цифру. Средняя цена по рынку 7 баксов за килограмм. Не соглашайтесь, если вам предложат дороже. Кувейте самая дорогая валюта в мире. На 6 февраля 2024 года один кувейтский динар стоит 295 рублей. В лесотто самая высокая смертность в мире. Хотя это неудивительно, ведь это также одна из самых спидозных стран в мире. 21% населения ВИЧ-инфицированы. Мавритания занимает первое место в мире по количеству рабов. Там их 20% от всего населения страны. Раба можно купить всего за 100 баксов. И не соглашайтесь, если вам предложат дороже. Мадагаскар. Чемпион по количеству лемуров. Сколько лемуров на Мадагаскаре? Честно говоря, похуй. Страна в любом случае первая в мире по этому показателю, потому что лемуры просто нигде больше не живут. Идем дальше. В Мексике больше всего людей погибает от ударов молнии. А на этом конкретном видео молния попала в двух человек сразу на мексиканском пляже. Девушка погибла на месте, а парню пришлось ампутировать ногу. Но он выжил. Видео мы заблюрим. Если хотите посмотреть, опять же добро пожаловать на мой телеграм-канал. Мозамбик. Сегодня единственная страна с автоматом Калашникова на государственном флаге. А Молдова. Самая бухающая страна в мире. 15 с лишним литров бухла на одно рыло. Тогда как у нас в России всего 11. Монако. Самая дорогая недвижимость. Медианная стоимость сделки составляет 6,5 миллионов долларов. В Монголии находятся самые масштабные захоронения костей велоцерапторов. А Непал. Рекордсмен по количеству горных пиков больше 8 тысяч метров. В Нигере самая высокая рождаемость. В среднем, внимание, 7 детей на одну женщину. А Науру. Это самая жирная страна в мире. Я сам сначала не поверил, но по данным ВОЗ, 93% людей здесь страдают от лишнего веса. Посмотрите, какие пирожочки. Но вообще смешного мало, ведь 40% граждан Науру страдают от сахарного диабета. Россия. Лидер по количеству ядерных боеголовок. А также по количеству полицейских на душу населения. По количеству абортов, разводов, детей, рожденных не брака и по производству малины. Руанда. Лидер по количеству женщин в парламенте. И мы, если честно, так и не поняли почему. Если кто-то знает, пишите обязательно в комментариях. Северная Корея держит первенство по самым низким налогам. 0%. В сущности, здесь вообще нет такого термина, как налог. Сенегал. Лидер по многоженству. Сирия. По количеству химического оружия. США имеет больше всего лауреатов Нобелевской премии. И при этом иронично, что большинство нобелевских лауреатов по национальности – евреи. А еще в США больше всего людей погибает от газонокосилок. Такие вот проблемы Первого мира. В Таджикистане находится самая длинная глиняная статуя Будды. Я говорю длинная, а не высокая, потому что она лежит. В Танзании рождается больше всего альбиносов. Здесь они ассоциируются с чем-то мистическим. Их отлавливают и отрезают им части тела. Или даже расчленяют. Потому что считается, что амулет из части тела альбиноса может приносить удачу. Вот этому парню, например, отрубили руку. Я ничего не видел. А он отрезал мне руку. Идем дальше. Украина занимает первое место в мире по выращиванию подсолнечника. А еще это самая заминированная страна в мире. А на островах Пиджи больше всего самоубийств среди женщин. Но их все равно в пять раз меньше, чем среди мужчин. В Чехии ожидаемо потребляют больше всего пива. В среднем один человек потребляет 160 литров пива в год. Это по бутылочке в день. На каждого мужчину, женщину и ребенка. Швеция первая по количеству атеистов. В Эстонии самый большой процент женщин. На 87 мужчин приходится целых 100 женщин. В мире, к слову, на 101 мужчину приходится 100 женщин. То есть считай почти поровну. В Эфиопии больше всего работающих детей. В ЮАР больше всего смерти от ДТП, совершаемых в нетрезвом виде. А Южная Корея лидер по количеству хирургических операций под названием блефаропластика. Кто не знает, это расширение век, при котором азиата делают максимально похожим на европейца. В Южном Судане самая большая материнская смертность. А в Японии больше всего людей старше 100 лет. Их там аж 92 тысячи человек. А еще эта страна с самым сильным паспортом в мире. С ним вы можете без визы въехать в 193 страны. Только что вы услышали примерно 131 факт за примерно 14 минут и ровно за 0 рублей. Не соглашайтесь, если вам предложат дороже.